Музыка Ровного ему нет, и на урации уже будем Писал про его письменник Василь Быков Сегодня, гэтым листопадовским днём Мы поспробуем узгадать человека Який стал для многих Символом белорусской литературы Другой половы двадцатого Про 80-х годов письменника Никто не может сказать, кем он был Поэтом, письменником, прозаиком Публицистом Куча за все, он был просто громадянином Який любил свою родимую И отдал ей все В приватности свое житье Сегодня мы с вами поспробуем узгадать память Нашего славутого земляка Владимира Караткевича Орша Двадцатая гады Двадцатая астагоддя Головная в улице Ленинская тягнется уздовжден празу весь город В улице брукованная Каменнем Гаманкая и шумная Миновиты тут, на улице Ленинской Семёна Надея Караткевича Сдымали с 1917 года Полову дома Под номером 82 В этот дом И привезли Заршанская родильного дому Маленького хлопчика Володю Який народился 26 листопада 1930 года Караткевич Ганарылся своим родоводам И он не раз подкрысливал Что его батька Семён Тимофеевич Походил со стародавнего Элесь баднялая шляхецкая роду Якому належал за стенок Караткевича Продавность Караткевича Усвечит и выписка С книги Манкевича Белосток и в околице У первой шведской потопу В осенью 1655 года В Белостоку Знаходилися литовские хорухви Подпараткованные Радзевиллом Узняли яны однак бунт Супрэчшведов Посяжау под керавництвом Караткевича Долучилися до войсков Якими командовал Павел Сапега Ганаруси Караткевича Продками сбоку мати Надзей Василевна Прадед яго по мати Тамаш Граневич Был дельником полстанья Началецка с Тусем Каляновским В военные годы Балютши вошли У Сапега Сапега Бамбешки Эшалоны Разлука С родными Голод Але страху не было Только почуться Бездопоможности Подлетка Які ўжо не дзятям Але ящи Не мушчына Якому так Хочатся дзеймчызь Які як лягу Одногодкі Збегаў на фронт Але ягувертали Вядома Які ж вояк Сапогонагадолага Але он змагаўся Змагаўся ў першу чаргу Сапред страху Калі пачыналася бамбешка І он заставаўся ў покой І шытаў часопіс Вакруг света Якому баў дячна У всю жынчу У пасля воянны час Неудовач на акрэслиліся Володя высхільнаці Догуменітарных навок І ў тыс effectа з conservation Годзі ён пастапі ў Киўскі умЩурсітэт Імя Шаочанкі На філологічна факультэт Вчоўся пас пахого І ў пасля першаive сіместры Пята-Аршанськая школа Атрымала падзяку Ад Киўскава унюорсітэта Задобро падрахтаванага вучі І ў той час Для Орша гэта было падзея Не так часто з высшейших научальных установ досылали подобные листы в школу. У студенцкие годы Владимир Караткевич мяу шмат сябрал. Был душой курса и его сумлением. Одни его вельми паважали, іншые недалюбливали и побоевалися. Про силу, мужность, принциповость Караткевича в университете ходили легенды. После закончения университета два года працала наставником у вёсцы Лесовича Тарашчанская района Киевской области. Это были счастливые годы. Владимира Караткевичу любили дети и завсё до стекалости слухали его уроки. Караткевич с удячностю вспоминал после этого часа любимых учеников, коллег сябров, пахучшие вязковые пейзажи. Про всю жизнь перенес Владимир Караткевич любовь к природе. До речи его настольной книгой в детстве была книга «Жыццёй и джывёл» Альфредо Брэма. Он добра ведаў братов наших меньшоў, хто як співае, камарці камары хап ёкроў, а катоў собак як любіў, не пераказаць. Нават адной чыў школі он намаляваў школу з вяроў, а наставніцаў гэтам малюнку, чамусці ўбачыла каракатуру на сябе і сваў урокі, у Володзе адповеднуў зніклі непраемнасць. Караткевич не толькі любў, але не толькі чуваў природу. Заўсё да выходўшы з лесу, он расказываў некў дзівну ёсторуў пралясыных жахароў. На пытанне, як гэты ўсё чуўе, і бачаў лесе он адказуваў. А вы пастойте, паслухайте, прапунітеся ў лесе, адчуйте ёго дух, і спытайте ёго, чым ты живўеш, і ён вам адкажаў своў дзівоснаў історуў. Ён був добрым рыбаком, і лэтам, і ўзімку, і ў мора хадзіў з рыбакамі, як свой чалавек, зацікавлены, тягавіты, вясёлы. Владзімір Караткевич був заўзятым падарожнікам, аб'јзззіў з паспянницкими бригадамі, акадымічными експідыцэямі, кінагрупамі ўсю Міншчыну і Аршаншчыну. І якім незвычальным апавадальнікам ён був, заімхадзіли толпы жадаючых, каб паслухаць цікавы апаваданні, а колькі пісіні ведаў. Мала хто мог ёго перапець. Мала хто, мала хто, мала хто, каўсю гаўушку зверсіў. Ведаў Володзе Караткевич і мнозтва старадаўніх страўм, прычым гатаваў их віртуозно, кожна раз выдумкай. Володзеў он і мастацким талянтам. На картина не замахіваўся, але тушу я лоукам маляв шмат і вельмі ахватна. Володзеў Караткевич был тренавіта ваўсім, але як адзнашалі ёго шматлікі азнаёмы, галоўным для ёк заўсюду гаўу талянт сяброўсті. Василь Быков нікалі назваў Караткевича рыцарам чалавічага духу. Усяброўсті ён таксама был рыцарым, верным, самахвярным, гатавым заўсюду падделіцца як апошній скрынкаю, так і ўсім багатцям сваўна натуры. Владзеўр Караткевич был не просто дакаванам чалавек, і он был далікім княжнікам сваўу часу. Калі ён бачыл сто з книгами, то адразу брав адну з них і починаў чытаў. Кнігі ёго захапляляў, і он аддаваў ём ўсяго сябе. Калі ён гуляў па Александровскому парку, то завсё добраў сабы някалькі княг. Для сябе, для душе, ўсе княжныя навінкі, які выходзў ў Минску, адразу пыналіся ў ёго библиотецца. Причыў не каторая ён пачынаў чытаў не выходзў шыскрама. Йогу энциклопедачныя веды булі знаўы ўсім сябрам. Йон добра ведаў гістору, мову, літературу. Йон аддаваўся гэтам ўсям. Кніжны свеў ёго захапляў. Кнігі Караткевич любў дзятінство. Чытаў пачаў с троў гадоў, ёрші пачаў пачаў пасаў шасті. Пазнеў усталам ўзросте пачаў пасаў пасаў паўаданні, причым самых ілюстравав. Школьна ся браў згадуваць, калі тулкі што ўышў першы нумар часапіса «Звоночек», шмат хтоў з юнакоў кинуў эту справу. Бо адарвацца ад прозы молодого Караткевичу было не махче. Вершы были першым друкаваннымі творамі письменніка. Пэтичны зборнікі «Матчына душа», «Вячарня ветразі» першымі яго кнігамі. «Матчына душа». Ноч прышла да зямлі на спатканню. Захад скончыў агнём палаць, і дубыў молочным тумане веліканамі тихо стоять. Бач, агенчикі вёскі далёкай, бач, наростанів зняўся курган, явар сумны і одинокі пахілиў задумёны стан. Квєтка тут ў ночі расцвітае, водар мяккі пялёсткі ліюць, і яе пародному краю квєткаў матчынаў людзі завуць. Найоўно мудрым, грубовато цнатливым, непрымірыма доверливым і крыштально чистым заставаўся Владимир Хараткевич паэзіў нічого не стратілася з першої ёнацкай книги «Матча на душа». За трыцать годів на лёгкому шляху паэта паэзіўна була глобіню, шириню, ясне усведомління своўу обовязку, меты життя і творчості, родима, народ, молод, життё, справедливості, любов, вайна і мир, які шчы темы можуть біць більш вострыми і важными для паэта. Беларусь зелёная, золотая, край мой светлы, што выпіў у мора пакут, да апошній берозы багославляю светлы дзень, калі я нарадзіўся тут. Ёнат Даны, своёродный Беларусі і ей людзям. Будуть давеку крыніцы на гэтай землі, будзе давеку наш мужны і мудрый, вялікі народ. Історызм мысляння нарадзіў вершы, балады, моналоги, прысвечэчныя такім людзяме, Кастусь Калінаўскі, Максим Богданович, Ігнат Буйницкі, Баэрн. Нарадзіў вольны пяракас армянскіх прыджав, нібыта вернул паэта ў Пампею, каб ёну жудасна час земля трусу пабачу туя пасччотную жанчыну, якая пакінула на Пампейскіх мрах, такі жалобны надпіс, што гэта кураззю паэт. Калі ты ведаеш, на што здатнае каханне, і калі ты мушчына, пашкадуй мене, не кажы не, дай мне ввасти. Празмільйоны ударав і ранав, заступаючы шлях журбе, моя даўняя, моя жаданая, не крыудуй, я иду до тебе. Грубая ласкавая, плаща Маяковская, паэма про яворы, каліну, ўсіны невелікія па абййоме, але рупліва напалнена з местом, так щодро наплавлено душевными емоціями, столькі пакідаюць выходів для нашої обудженой думки і памяти. Кніга был, ёсть, буду, вельмі змястовнае, неабдымнае, як і ўся творчість у Владимира Короткевича. Ей можна разглядаць як крэда, што выявляе ёгудунку абролі і празваніні паэта. Дакладна і трапна своє місто ў беларускай паэзі вызначуў сам паэт ў наступнах ратках. Мінаюць дні, прыходзіць слава, а грошай як раней нема, і ходзіць ў пальте каравым паэтаў минскіх атаман. Вось такоя паэтычная прызнання з'явілася ў сямійным альбоме ягоннах сябраў Валентина і Галіны Кравцова. Паслухаем Караткевича в апошній кнізі, кнізі спавіді, кнізі прызнання, кнізі запавіді, віра і надія, дадзіна і нам спадкаўцца. Был ёсць буду. Был ёсць буду, тому, што заўжды, як прокляты, жыву бездонной трывогой, тому, што сэрце маё распята заўсе мільярды двухногих. Плённа працаваў Ладзімер Караткевича як драматург. Яго перша п'еса былын на сініх вірах. У 59-м годзі она была паставліна на беларускім талебаджані, але апабалікована была толькі паслі смерці пісьменніка. Вельмення простым був шлях даглядача і чытаача. П'есы, кастусь Каліновскі. Я наміла некалкі варіантаў. Знаходзілася на рецензаванні УЦК КПБ 17 лютава 1971 года адмарковаваўся на паседжані секціў драматургі Саюзу пісьменніку Беларусі. А паставліна была Віцібскім драматычным театрам ім'я Якуба Коласа толькі ў 1978 годзі. Званы Віцібска. Гіраічная і романтичная трагедія, ў якуй автар звернувся до падзей Віцібска паустанні 1623 года. Яна была написана ў 1973 годзі і с паспіхам паставліна на сцене Валерием Мазынскім. Ужо пасля смірці пісьменніка была надрукавана трагедія Маті Урагану. Ці не самы лепшыся рот ёго драматычных тварав. Кінематографічны шлях Уладзіміра Караткевича был неапростым. Над акарнізація ўго романа Христос празямліўсі ў Гародні парцываў малады ржасёр Уладзімір Бачкоў. Фільма трымаў нізкую катагорую. Яго паклалі на паліцу. І ўну бачыў свят толькі празд 22 гады. Аутар так і не дачыкаўся. Гэтай мастацкай стушкі. Фільм вышў на екраны толькі ў 1989 годзе праспяць год пасля смерці письменніка. У 79 годзе адбывся прагляд фільма «Дзікая палявання Караля Стаха». Рэжасёр Рубінчик паставі аго з выдумкай і фантазіей. І хаця фільма трымаўся не такім, як я гавляўлял Ладзімір Караткевич, «Дзікая палявання Караля Стаха» мела посьбі. «Король Стаха» «Король»? «По всяком случае, так его называли в этих местах. Говорят, в его жилу действительно текла королевская кровь. Выдаючася личность для своего времени, между прочим. Усачувствувал холопам, грозился реформу произнести. Это, учтите, 1602 год. По всей округе крестьяне приносили ему присягу, и только дальний предок нашей уважаемой хозяйки Роман Яновский-старший засел в замке, в котором мы с вами имеем честь находиться, и отмалчивался. Вот он, Яновский-старший. «Король Стах приехал к нему. В знак дружбы они смешали в кубке свою кровь, выпили ее, облобызались, а после удачной охоты на болотную рысь устроили ночной пир в лесу. Когда все охотники, кроме короля, заснули, Яновский взял меч двумя руками. Вот так. Подошел к королю Стаху и изо всей силы ударил его в затылок. Король Стах упал. Да, упал лицом в траву, но последним усилием поднял голову и посмотрел в глаза роману. Нечекана, для Короткевича, фильм отрымал признание замяжой. 1984 год. Экранизация однаименного романа «Чорный замок Альшанский». Эта история началась в 18-м ста годзе. В той час князь Альшанский выкрал казну паустанцев и из них покинулся только документ, в яким позначил место находжане скарбу. У наш час опошний нащадок князю Альшанских знайшел гэты документу одного букиниста. Тайна мну скрыфта будзе открыта, але якой цаной? Режиссер Михаил Пташук. Со мной творилось, что-то неладное. ты предан наше дело. Ты предан, друзей. Ты нанес тому слену. Ты не человек. Ты иуда. Ну что ж, обойдемся без судьи, без писаря, Без ксенза и без подскарбия, чтоб тот скарб считать мог. А почему совлеките с них резым? Ну что, это вы искали Виктор Станиславович Логановский? Князь Витовт Клавдий Станислав Ольшанской Последней Изрода. Я тогда еще раз убедился, что возмездие все же есть. За каждую каплю крови, за каждую слезу. Не сейчас, так завтра. И никому от него не уйти. Треба отзначить, что Владимир Караткевич был первым белорусским киностанаристом, который держал специальную эдукат. И историзм Владимир Караткевича. Мои глубокие фольклорные коронии. И это не дивно. Потому что первым наставником, в нелегкой справе разумения государственного народа, был дед Василь. Батька, мать. дед Василь. Он научил белорусским сказкам, песням, поданиям. В большинстве возрасте, когда Владимир научился в Киевском университете и научил историю Украины, он понимал, что белорусская история не горшая. Она отличная. Была своя. Поэтому не дивно, что темой диссертации им была обрана полстанье Гастуся Калиномского. Диссертацию он, на жаль, не обранил. Но материалы, которые были подрактованы в диссертации, лягли у основы гениальные отворы. Колосы под серпом. Все же Тем Короткель занимался духовной рестаурацией истории своего народа. Как минуло и так и то, что писалось тут и зараз. И не в письменницком кабинете, а за все до подороже в породном крае, который он так любил. Память по тропой обороны любил казатью. Письменник с долей гистерализовать сучастность и так осучастнить историю, что читающие его творы одразу не разумеешь. А урка идя про минулое и про сучастность, про день вчерашний и про день сегодняшний. И он показал непорывность истории, про непорывность человеческих лесов, про светки життя, от предметов хатня в ужитку до замков, храма, образов, картин. И он мою Ильяду ни вечернее ветрозе. Захапляльно распавел про землю под белыми крылами и твердо заявил «Был, есть, буду». На счастье не помолился. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Где мой край? Там, где вечную песню пеевела вежа, там, где неман на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новогородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепр Ты ляжешь там, где синяя Прыпять ласкаво виецца, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком як молот забьется колебнават слепым и глухим я пришел до тебе КОНЕЦ 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 КОНЕЦ